МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вам день! Добрый день! Поздравляю вас с первым сентября. Как он прошел для вас? Волнительно, радостно. Мы встречали в этом году очно, вот глаза в глаза, только первый курс. Встретили душевно, с распростертыми сердцами и открытыми дверями нашего университета. И сейчас наш первый курс зашел на адаптационную неделю. Старшие курсы мы осознанно пошли на это решение. У нас выходят тоже с 1 сентября, но поэтапно, начиная с дистанционного формата. И к концу месяца у нас выйдут в очный формат уже все наши студенты. А вот этот карантин, грубо говоря, он зачем нужен? У нас больше 7 тысяч студентов в дневной форме обучения. И с учетом эпидемиологической обстановки, с учетом того, что у нас студенты приезжают, ну, зачислены к нам только на первый курс, из 40 субъектов Российской Федерации, подозревая наплыв массовых студентов, с тем, чтобы развести их во времени, обеспечить меры безопасности, профилактические меры, режим заселения в кампус-общежитие. Мы решили их развести в таком поэтапном режиме. Сейчас весь упор наш на первый курс. Вот как раз вы сказали про то, что у первого курса адаптационная неделя. Что значит адаптация? В чем она проявляется? Сегодня мы их встретили, мы с ними познакомились. Они познакомились со своими факультетами, с выпускающими кафедрами, с кураторами. У нас обязательно есть наставники от студентов старшего курса, от студенческого самоуправления. С завтрашнего дня у них начинаются занятия по расписанию, но дополнительно у них идут ознакомительные лекции в режиме онлайна, с трансляцией, с дублированием в личных кабинетах. Мы их знакомим со структурой университета, с историей университета. В частности, вот у нас информационный час с медицинским работником, с главным врачом студенческой поликлиники, по профилактике, по здоровью и сбережению. Информационные встречи по работе в портале электронного обучения, встречи с кураторами. И вот постепенно мы их погружаем за неделю во все стороны жизни университета. Возможно, ознакомиться друг с другом, активности вот такого плана. Я понимаю, что жизнь школьника и жизнь студента, она несколько отличается, и, возможно, из-за этого необходимо... А вот раньше, когда все-таки коронавирус, он уже давно над нами витает, вот этот опыт необходимости адаптации и очного начала учебного года для первого курса, хотя бы, она вылилась из того, что у вас уже есть опыт какой-то предыдущих пор лет? Да, это наша уже традиция, добрая адаптационная неделя, уже не первый год далеко. Ну, вот в том году мы большинство ее мероприятий проводили в онлайне, то есть тоже мы тут мобилизовали все свои силы для того, чтобы тоже не оставлять вниманием наших первокурсников. Но вот в этом году мы решили осознанно их вывести в очный формат. Ну, то есть в том году было все-таки это в онлайне, да? Да, да. И было хуже в Ливане, вот, или как это пройти в Кало? Ну, первому курсу, конечно, новый этап жизни, хочется все-таки погрузиться, и вы правы, что разительно отличается от школы. Здесь больше самостоятельности, здесь больше ответственности. Ну, процесс серьезнее уже, конечно, тут больше свободы передвижения и по образовательной траектории, и внутри вузовской жизни не только образовательной, потому что очень много и клубов по интересам, и внеучебная активность очень большая, правком студенческий сейчас тоже активно уже ребятам представился и берет их под свое крыло. Поэтому в том году, наверное, было, конечно, вот в условиях пандемии посложнее, мы рады, что в этом году вот мы их встретили полноценно, я надеюсь. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот если мы берем первокурсников, мне интересно знать, вот в этом году, в связи с тем, что все всегда модернизируется, очень высокие скорости, и несмотря на то, что пандемия пытается нас затормозить, но все равно скорость достаточно высокая, вот высшая школа, грубо говоря, школа высших достижений, насколько высоко она держит свои знамя, очень интересно, и мне интересно, как трансформируется сейчас интерес первокурсников или абитуриентов на какие специальности они идут, что они смотрят, что в меньшей степени их интересует. Сейчас у вузов в РАБКах, вот мы работаем по федеральным государственным образовательным стандартам, сейчас стандарты нового поколения у нас, они введены два года, год назад по разным направлениям, но, в общем-то, мы можем сказать, что мы уже третий год работаем по новым стандартам, в общем, можно так сказать, они дают свободу образовательной организации в плане построения и планирования образовательной программы. То есть даже в рамках одного направления, бакалавриата, магистратуры, мы можем выстраивать свою, которую вуз считает нужной, востребованной, актуальной образовательную программу. В чем это выражается? Мы сейчас оцениваем достижения нашего выпускника по уровню освоенных компетенций. То есть это не просто знание, умение, это уже способность действовать, используя знание и умение. То есть это не просто оценка удовлетворительно хорошо или отлично? Да, оно должно владеть компетенциями. И компетенции в рамках самостоятельности образовательной программы, профессиональной компетенции мы вставляем в программу сами, используя профстандарты рынка труда. То есть отталкиваемся от потребностей рынка труда актуального, да, и имеем право и самостоятельность выстраивать в рамках стандарта свою образовательную программу со своей траекторией. И мы можем начинать периодически выстраивать новые образовательные программы. Например, в этом году новые программы у нас цифровой инжиниринг, космические беспилотные технологии в лесоуправлении. Вот такого плана, то есть используя достижения технологические, научные, потребности рынка труда, мы видим, что востребованы специальности IT-направлений, специальности инжиниринговые, специальности, что актуально для региона, добывающие отрасли, нефтегазоперерабатывающие отрасли. Педагогика востребована, но педагогика тоже начинает приобретать, например, сопровождение лиц ОВЗ в процессе обучения и так далее. То есть в этом плане вузы сейчас имеют вот такую возможность. Вот смотрите, я знаю, что на бюджет, например, положим на филфак, в этом году на бюджет прошли 4 человека, просто я заканчивала биохимически, у нас там было 75 человек, ну и филфак с нами тоже соперничал по цифре набора. А в этом году как-то очень даже обидно за соперников когда-то. Пока обижаться как бы нет причин, я считаю, волноваться, потому что идет сейчас, приемная кампания этого года, она имеет свои особенности, она была в рамках летнего приема ограничена одной волной в отличие от прошлогодних компаний. И сейчас объявлен дополнительный прием в университеты, это можно расценивать как возможности второй волны, возможность тем абитуриентам, которые вот в момент одномоментного зачисления с использованием сервисов «Поступай онлайн» в этом году, это тоже новшество, массовое использование этого сервиса. Те абитуриенты, которые к моменту зачисления, ну можно сказать, не угадали с согласием на зачисление, подали, может быть, не туда, и сейчас имеют возможность выбрать, опять же, бюджетные места в рамках доп. приема, и у нас уже несколько случаев, они даже показательны, что сейчас на доп. прием приходят абитуриенты с более высоким баллом, чем зачислены были в летнюю кампанию. То есть сейчас мы даже видим, поднимаем балл ЕГЭ по поступлению в университет. До какого времени продлиться до приема? ВУЗы устанавливают это сами, Тихоокеанский госуниверситет установил до 10 сентября. То есть процесс еще идет. Но и также существуют еще люди, которые празднуют, опять же, на 1 сентября, это магистранты и аспиранты, да, у меня тоже 1 сентября. Скажите, пожалуйста, вот насколько интересен магистратура, ну и аспирантура в том числе, интересны тем, кто, ну, большой ли там набор, все ли вместо занимаются и, опять же, какие специальности интересны? Я просто приведу статистику. У нас всего в университете 130 направлений, я говорю про все уровни сейчас. И вот если мы приведем цифры, 54 направления бакалавриата и 44 направления магистратуры, то есть эти два уровня по широте представленности, они практически одинаковые. Это говорит о том, что и магистратура востребована. Какая именно? Практически вся. Практически вся? Практически вся, да. Чем отличается магистратура от бакалавриата? Если мы посмотрим, опять же, по стандартам виды деятельности бакалавра и магистра, у магистра появляется как минимум одна новая составляющая, это научно-исследовательская деятельность. То есть магистрант приобретает еще компетенции исследовательской, научной, такой научно-изыскательской работы. Некоторые направления магистратуры, да, педагогическую приобретают, право вести педагогическую деятельность, если сама магистратура не в педнаправлении. Вот так скажем. Контрольно-надзорные функции приобретают магистранты. Это вот эти дополнительные виды деятельности, которые, конечно... То есть, получается, это более аналитики, люди, которые... Ну, это более высокий уровень высшего образования. А аспирантура? Аспирантура это... Насколько интересно пойти и защищать свою работу, ну, предположим, в том же ТОГУ, учиться в аспирантуре, ну, можно ли там будет защититься, грубо говоря? Аспирантура – это уровень завершающий, можно так сказать, высшего образования, это подготовка кадров высшей квалификации, научно-педагогических кадров. Это, конечно, для тех молодых людей, которые связывают свою жизнь с наукой, с исследовательской деятельностью. Не только в университетах, но и в научных организациях у нас. И научно-исследовательские институты, наши партнёры, они тоже заинтересованы в подготовке этих кадров. Ну, а если не просто заинтересованы, а вот что получают люди в итоге, выходя раньше, когда, в советские времена, людям доплачивали за научную степень, вот какие-то такие вещи, что могут заинтересовать, либо, наоборот, предположим, их идея реализовывалась тут же. Сейчас аспирантура, она как уровень образования заканчивается дипломом об окончании аспирантуры, но, конечно, говорить о полностью завершённой и реализовавшей себя программе аспирантуры можно говорить, когда защищена, конечно, кандидатская диссертация. Да, сейчас идёт нормативные корректировки вообще видения аспирантуры этого уровня подготовки. Мы ждём выхода нормативных актов, которые нам всё-таки обозначат уровень и правила игры, скажем так, в аспирантуре. Но мы от наших аспирантов, конечно, ждём завершения, это получение учёной степени. Но сейчас не все могут получать её. Достаточно, но считается оконченным при получении диплома об окончании аспирантуры. Ну, это новые правила российской аспирантуры. Аспирантуры, которые не требуют защиты непосредственно. Хорошо. Статус исследователя приобретается, да. По окончании, да. Хорошо. 1 сентября для этих людей тоже начался учебный год. А также идёт на дистанции для аспирантов и для магистрантов? Магистранты первого курса тоже у нас вышли очно. Второй курс мы пока вывели в дистанционном формате. Второй курс магистратуры, конечно, там больше уже самостоятельной работы. В принципе, свободные люди. Да, там больше исследовательская работа, работа уже с руководителем над выбранной уже определившейся тематикой. Потому что магистранты всё-таки у них выпускная квалификационная работа имеет статус магистерской диссертации. То есть там компонента уже исследовательская присутствует. И возникает вопрос. Получается ли в высшей школе, в системе, когда идёт очень большие скорости, сохранять это высокое звание высшей школы? Потому что уже и СУЗы у вас, ну, конкуренты отбирают немного, абитуриентов. Получается ли? Каким образом? За счёт чего? Да, может быть, мы видим в последние годы уже отход от массовости высшего образования. Все раньше стремились к учению. То, что это плохо, потому что статус высшего образования всё-таки мы... Ну, да, мы стараемся его поддерживать. Сейчас вот этот год для нас был для высшего образования, для университетов России знаковым во многом, потому что в этом году запущена, стартовала программа государственная. Это программа государственной поддержки развития университетов. Это «Приоритет 2030». Она является программой стратегического академического лидерства. Это государственная программа, это программа грантовой поддержки университетов, но очень не просто так. Поддержки оцениваются для вступления в эту программу, оценивается программа развития университета. И название программы говорит о том, что она рассчитана на 10 лет, это долгий срок. И университеты, чтобы занять свое место в этой программе, они должны доказать и защитить свою программу развития перед очень высокой статусной комиссией, советом на уровне правительства и Министерства нашего науки и высшего образования. Тихоокеанский госуниверситет вошел в число 191 университета России, которые подали заявку на участие в этой программе. Я хочу сказать об этой самой программе, на что она нацелена. Наверное, если кратко, три миссии университета, вот сейчас выражение. Мы привыкли видеть университет, это преобладающая образовательная деятельность. Подготовка кадров. Университет у нас подготовка кадров. Сейчас на университете взгляд другой. Три миссии университета, если мы говорим об этом, я назову, и станет уже понятно. Это образование, но это наука, и это взаимодействие с обществом. Когда мы говорим о программе «Приоритет 2030», она с учетом специфики вузов, и там все вузы имеют право участвовать, не только вузы Министерства науки и высшего образования, это вузы культуры, это вузы медицины. Там разделены треки, по которым университет может зайти в программу. Это трек научно-исследовательский, ориентированный на фундаментальные, прорывные научные исследования. Но это и треки. Либо на региональное лидерство, либо на отраслевое лидерство. Возьмем пример региональных университетов. Мы себя видим как точку развития, и одну из точек развития, и таким драйвером развития Хабаровского края. На основе чего? Это улучшение качества человеческого капитала. Здесь карты в руки университетам, у нас молодежь. И мы планируем охватывать молодежь по принципу, и не только молодежь, по принципу обучения в течение всей жизни, непрерывного образования, начиная с талантливых детей, пусть по-разному талантливых, с разных детей, выискивая там в них потенциальные точки развития, используя это потом и в программах высшего образования. И мы сейчас видим, что и взрослые люди, жизнь меняется. Мы сейчас не можем работать на одной должности всю жизнь. Мы должны учиться и в протяжении всей жизни. Это тоже роль университета. Мы видим себя и здесь. И мы должны интегрировать и нашу науку в образование, наши результаты науки в образовании, чтобы у нас студент вышел, уже будучи выпускником, на место работы, которая будет ждать его завтра, а не которая уже вчера прошла. Это только на пике науки мы сможем это обеспечить. Вот такого плана мы выбрали себе траекторию регионального лидерства. Мы составили партнерские отношения в рамках нашей программы развития. Это вузы Кабаровского края, это исследовательские организации края, это наши индустриальные партнеры. Мы опираемся на партнеров, в первую очередь, в добывающей нашей отрасли. Программа скомпилирована со стратегией развития региона, потому что мы неотрывно связаны. Мы видим Преамурский регион как нашу поле деятельности и развития региона. Вы меня вдохновили тем, что... Мы сами вдохновлены. Мало того, что практически гарантировано рабочее место после того, как получил диплом. Это наша цель, да, что выпускник должен быть востребован. Это наш показатель. Огромнейшее вам спасибо. На этом мы завершаем сегодняшний эфир. Если вы не успели к началу, то можете посмотреть весь выпуск на нашем YouTube-канале. Также смотрите нас в прямом эфире в интернете и оперативно узнаете о новостях города и края на сайте khabarsk.tv.ru. И подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграме khabarsk.tv. А я, Надежда Выходцева и моя гостья Галина Медведева. Прощаемся с вами. До свидания. Учитесь. Знание – это сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова